Цех по производству изделий ПВХ во второй исправительной колонии, пусть и появился недавно, работа здесь кипит уже вовсю. Трудится 10 человек в одну смену. 7 часов. В принципе, это производство не такое сложное, чисто технологически. Есть узкие места, которые оттачиваются, но люди вполне себе хорошо обучаемы, были проведены соответствующие курсы, поэтому сложности, я думаю, сильно не возникнет. Цех начали строить еще в феврале. Инициатива одной из рязанских строительных компаний. Они профинансировали как строительство здания, так и покупку оборудования. Дальше обучение. В исправительную колонию каждый день приезжали специалисты, которые рассказывали про тонкости работы на каждом станке. Из тех, кто изъявил желание, бригада и сформировалась. Бригадиром стал Иван Петрищев. До заключения он занимался монтажом стеклянных конструкций. Столярный опыт вполне солидный. В общем, человек в профессии не новый. Да и умения, говорит, пригодятся. На будущее для освобождения пользуется спросом. Сейчас такое производство. И вообще, для других осужденных очень большой шаг научиться здесь. Много у кого нет образования, опыта. Вообще, достаточно положительный шаг был сделан. В цехе по производству изделий ПВХ не производят остекления, вырезают только рамы. Профиль сюда поступает в виде мерных хлыстов. Затем по технологической карте их распускают на заготовки. Армирующий профиль соединяют с ПВХ и далее по процессу. За день одна смена может изготовить от 30 до 65 оконных рам. Все зависит от сложности изделий. А если бригада план выполнит, будут и поощрения. Если они будут выполнять норму выработки, выполнять сменные задания, то, как и ко всем осужденным на нашем производстве, они могут получать поощрение за добросовестный труд. Ну, это дополнительные свидания, посылки, передачи. И в следующем, имея поощрение, они могут подать на изменение в виде наказания, выйти на свободу или изменить колонию исправительную работу. Как только цех заработает в полную силу, количество бригад рассчитывают увеличить. Будут работать в две смены. А зарплату уже получают от 15 до 45. Как и на каждом производстве в исправительной колонии номер 2. Здесь уже есть швейный и деревообрабатывающие цеха, а также металлообрабатывающее производство. Такая трудотерапия помогает решить сразу несколько проблем, уверяют в колонии. Осужденные получают профессиональные навыки на производстве в колонии, а после освобождения могут найти работу и окончательно попрощаться с криминальной жизнью. По крайней мере, руководство исправительного учреждения на это очень рассчитывает. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Продолжение следует...